Всем привет. Меня зовут Алексей. Я работаю руководителем группы развития систем Continuous Integration в компании Positive Technologies. А кто слышал вообще о Positive Technologies? Есть такие? Круто. Спасибо. Сегодня расскажу, как мы собираем тайцы, будем на окружении и используем Windows Docker для этого. А кто программирует для Windows и использует его? Упты. Меньше. А Windows Docker кто-нибудь использует уже? Пробовали. Спасибо. Расскажу, какие были проблемы, как у нас было раньше все устроено, как мы применили Windows Docker для сборки проектов, какие улучшения сделали, чем поделились сообщества, вынесли в open source, какие проблемы встретили и рассмотрим кратко экономическую выгоду. О Positive Technologies, ну тут многие слышали, наверное, компания известна как аналитики информационной безопасности исследователей, но также мы, в принципе, себя позиционируем как компания по разработке КОО. Мы вкладываем свою экспертизу по информационной безопасности в наши продукты. Сейчас у нас примерно 10 продуктов, это продукты такого кровавого энтерпрайза. Пользуются ими крупные банки, нефтяные компании, телефон операторов. То есть мы имеем такой опыт в энтерпрайзе хороший. У нас требуется различное окружение сборочное для команд. То есть мы не ограничиваем командные стеки технологий. В среднем у нас 50 продуктов на Windows, 50% точнее на Windows, 50% на Linux. То есть есть экспертиза и там, и там. Ну даже один продукт, он может несколько компонентов, микросервисов будет на Linux, другие компоненты будут на Windows. У нас требования есть поддержки новых и старых релизов. Мы поддерживаем, понятно, новую, мы идем вперед, развиваемся. И у нас есть сертифицируемые релизы по требованиям сертификаторов. Это в стеке FSB. И у них одно из требований, что когда они придут через два года, найдут там багу, они должны, мы должны пересобрать с нуля весь продукт. То есть с исходных кодов через два года собрать BNAI. Это одно из требований. У нас есть выделенная группа поддержки процессов Continuous Integration. То есть это, можно сказать, отдел DevOps, то есть и группа DevOps, как некоторые называют. Но мы одноцелены конкретно на CI-процессы. Мы их улучшаем, мы какие-то лучшие практики применяем, то есть переходим в команды. Если новая команда или новый какой-то там компонент, мы настраиваем процессы, обучаем команду работать с ними, то есть все в таком бухе. Мы позиционируем себя как идеологи CI-а, ну как конкретно CI-а, и улучшаем наши организации. Как было раньше? Мы группировали проекты по используемым технологиям. Здесь дальше в принципе там про Windows все будет, поэтому я не писал про Windows. Мы группировали проекты по используемым технологиям. Например, выделяли те проекты, которые пишутся на Sharp, на Python, Go и других, и выделяли им окружение какое-то сборочное. Выделяли несколько серверов, и они были на нашей поддержке. И команды их использовали. Как проходить процесс внесения изменений? Команды писали нам заявки, что мы хотим обновить там SDK, MSB.3 или что-то еще. До такой-то версии. Они вносили изменения на один сервер, потом ждали какое-то время, распространяли на все. Потом что-нибудь обязательно чинилось. То есть это сделано для того, чтобы экономить ресурсы и для отказов устойчивости. То есть экономия ресурсов заключается в том, что каждой команде не надо поддерживать свои сервера. У нас их там порядка 6.30, то есть Windows серверов сборочных. И шаринг ресурсов происходит. И отказов устойчивость. Команды 24 на 7 смогут поддерживать требования сборочного окружения 24 на 7. Понятно, да? Программисты любят ночь программировать. Это такое требование. Экономия ресурсов. Сейчас, например, мы используем два ESX сервера. По характеристикам 2018 год это такие маленькие довольно сервера, но все-таки существенно укусывают бюджет наш. Проблема у нас разница. Как поддерживать этот зарпад окружения? У нас окружение это ломалось. То есть несовместимость программных продуктов, Windows, кривая установка. Как вручную что-нибудь ошиблись, надо все переустанавливать, с бэкапа поднимать и так далее. Командам нужно изменять окружение самостоятельно. То есть сейчас у нас все-таки такая заявочная система, в которую он вносит свои задержки, какие-то наши внутренние процессы, процессы, чтобы там все, ничего не сломалось. А команды, ну как разработчики, установили у себя, далее, далее готово. Хотят также поставить и на сборочное окружение. То есть это нужно им вчера, как всегда. Иногда соблюдается требование отказоустойчивости. Если приходит команда какая-то с новой технологией, мы выделяем им один сервер, и они на нем уже будут. То есть новый, либо конфликтующий с другими. Поскольку там команд мало пользуются, мы им не можем больше ресурса выделить, потому что они будут проставить просто. То есть этот сервер если выключится, либо мы что-то не так несем туда, то процесс разработки технологический будет проставить в команду. Не сохраняется сбор и облачное окружение прошлых релизов. Сейчас, если даже мы выпускаем релиз, проходит полгода, приходят к нам сертификаторы с требованием. Мы сертифицируем, например, по требованию стек продукты. И уже через полгода мы не можем взять наш исходный код, хотя у нас есть даже с хейзинг всех компонентов, взять сборочное окружение и сделать бинари. Потому что сборочное окружение вперед ушло, и мы неделю можем потратить на то, чтобы восстановить его. То есть помнить, что там было, какие версии и так далее. И неполная утилизация виртуальных машин. То есть понятно, что виртуальные машины и так утилизуют железо довольно хорошо, но все-таки есть места, например, то есть с докером да не надо хранить фактически, она у всех одна. CPU раму расставит, ну или потребляется на каких-то, например, тимсити агентов, запек, ну мелочь, но все равно можно уменьшить это потребление. Но решение, как мы видим, в Windows докер, мы сейчас его применяем и посмотрим, что получилось. Он анонсирован в сентябре 2016-го, то есть довольно такой большой срок по меркам IT, уже два года почти. Докер, в принципе, себя показал, инструмент хороший, и эти задачи он позволяет решать. То есть на Linux мы его применили, у нас используется 4 года примерно, непосредственно на процессе сборки. То есть этап компиляции сборок продуктов. У нас есть своя докер инфраструктура, докер-регистры. То есть у нас есть большой опыт, поэтому мы решили применить его, а не какой-нибудь Vagrant. Нам показалось, что докер все-таки перспективнее. Первая сложность, с которой столкнулись, это сложность установки ПО. Если, например, разработчики любят красивый код, то есть чтобы меньше информации, можно вычленить и понять, что делает этот код. С докер-файлом, понятно, они также хотят. Если, например, в Linux это довольно так и понятно, то в Windows это вот примерно такой докер-файл. То есть быстро взглянуть на него или там, когда он из 200 строк состоит, сложно понять, а что же там установлено. Ну и в принципе это там каждой команде свои какие-то велосипеды, костыли изобретать. То есть тут нужно скачать экзешник, установщик, запустить его, очистить темповые папки какие-то, ну и потом подождать, пока он установится. Да, это реальный пример. Ссылка, думаю, в презентации будет доступна, можно посмотреть. Что мы сделали? Ну мы упростили этот процесс, естественно, скриптами. Вынесли всю логику установки в скрипты. То есть теперь в докер-файле можно понять, что делается. То есть такой простенький пакетный менеджер, можно сказать, для экзешников. Сделали такие скрипты там для экзе, там для msi, то есть он автоматически определяет, какой ему установщик подан, да, и запускает его с особыми флагами. Ну также из zip-архива, ну то есть такие часто встречаемые операции автоматизировали. Ну или там просто распаковку в какую-то папку. Следующая проблема — это размер ПО. То есть мы попробовали сделать как в Linux. У нас у Linux, у каждой команды есть свой докер-образ. И не один. То есть, например... Почему не один? Например, у самого большого нашего продукта примерно 110 сейчас компонент. Ну там часть из них на Linux. И некоторые компоненты могут содержать свое сборочное окружение. То есть в git-репозитории элементарно докер-файл свой. То есть нет какого-то общего окружения, поэтому их много. Допускается у нас создание фича веток докер-образов. То есть если программисту нужно какое-то особое окружение фича-версии у себя в ветке, то он делает докер-файл отдельный и, соответственно, собирает фичу-версию только на нем. Ну а релизная версия собирается дальше на нормальном окружении. На сборочных серверах у нас вычищаются все докер-образы. Ну это просто для экономии места делается. Попробовали сделать также Windows. Столкнулись там с рядом проблем. То, что базовый образ с набором ПО, который нужен просто командам, там 45 гигабайт. Время сборки с нуля у него 70 минут занимает. Ну это понятно, там студии поставить, все ПО настроить. И среднее время пула, соответственно, тоже у него там 50 минут. То есть мы не могли выделить каждой команде, дать докер-файл и сказать наполняйте его сами, чем хотите. То есть нужно какое-то объединяющее решение сделать для этого всего. И мы сделали по-своему, то есть по Windows. Мы выделили базовые образы, которые часто используются командами. То есть понятно, если ты программируешь на Windows, тебе нужно, скорее всего, build-tools для Microsoft Visual Studio и там остальные SDK его. То есть смотря на чем программируешь. Но у каждой команды есть свой докер-образ и они используют базовый и наполняют его своим ПО. Кому-то нужен RabbitMQ определенной версии, кому-то Erlang нужен другой версии, ну и так далее. То есть они могут кастомизировать наш базовый образ. Но он один, то есть он не дублируется у каждой команды. Тестирование у нас происходит строго на одном сервере. То есть если фича, раньше разработка была на любых, на наших 15 Linux серверах, разработчик запускал, не думал об этом, то сейчас все-таки вносим изменения на один сервер, а потом пулем образы на все. И докер-образы очищаем редко. Ну как это выглядит? Например, есть консервативная команда 1 у нас, которая 2015-ю, build-tools, естественно, использует, не Visual Studio в докеру ставим. И есть какая-то команда вторая. Они ставят в свой докер-образ нужные им программы, какие-то обновления. Если вдруг выйдет 2019-я студия, если уже не вышло, мы сделаем докер-образ, и наша прогрессивная команда номер 2 захочет его сразу же использовать, то они, в принципе, просто сделают from другой базовый докер-образ, пересоберут его и все, и могут делать свой продукт уже на 2019-х build-tools. Вот они, пожалуй, пооранжевеют. И также мы зафиксировали процесс снесения изменений. Мы сохраняем все установщики. EXE, MSI у себя делается по двум причинам. Первое – это недавние события с Роскомнадзором и Telegram, запрещенным мессенджером в Российской Федерации, по которым часть Амазонов, Майкрософтов заблокировали. И процесс разработки у нас, например, ощутимо встал в некоторых местах. Мы сейчас приняли жесткое решение, что все EXE точно сохраняем. Ну и второе – это размер образов. То есть из интернета, понятно, дело дольше тянуть эти гигабайты студии какой-нибудь. С помощью такой замечательной утилитки ищем ключи для тихой установки. То есть она может с системным администратором знакома. С помощью скриптов просто копируем, вставляем по образу. Устанавливаем этот EXE с нужными флагами. Делаем merge quest latest. То есть наша группа делает ревью какое-то. То есть смотрим, что по всем канонам, по правилам сделано. И мержем. Ну и, соответственно, образ уже доступен на сервере. То есть наша здесь только ревью часть, а не вот такая административная. То есть разработчик быстро это сможет сделать. Да, давайте попробуем установить. Можно видео? То есть попробуем установить RLang в Dockerfile прямо сейчас, если хватит время. Если меня не остановит. Видео там. Да, то есть представим, что команде нужно установить Dockerfile. Делаем папочку. Идем в git-репозиторий. Далее будет ссылка. Ну и потом можно в презентации ее кликнуть. Сохраняем этот там репозиторий. Нам нужно оттуда шаблон взять. То есть что наполнение? Нам нужен install-web и сам Dockerfile. Да, и сохраняем в какую-то его папочку. Это там видно. Да, сейчас удалим лишнее сразу. И оставим. То есть нам нужно поставить RLang. У нас есть люди, которые разрабатывают на C-Sharp, и зачем-то им нужен RLang. Да, посмотрим, какие базовые Docker-образы. То есть 15-я, 17-я студия. Размер можно посмотреть. То есть 52 гигабайта и 40. Не упасть. Да, и мы берем, например, 2015-ю студию. То есть в Polyfrom пишем. Ищем экзешник. То есть установщик RLang на сайте через Google. И примерно вот так вот у нас выглядит структура сохраненных файлов. Для хранения мы Artifactory используем от GFrog. И сохраняем его. То есть копируем ссылку, вставляем. И ищем, с какими ключами нужно установить, чтобы он у нас ничего не спрашивал. То есть чтобы нам не надо было далее-далее готово нажать. Для этого ussf используем. Просто натравливаем на экзешник. Смотрим. Ну то есть либо ussf, либо там в документацию. Но ussf он быстрее. И дополнительные параметры окружения оставим, чтобы RLang у нас заработал. И попробуем собрать его. Например, с тегом DevOpsDays. То есть видно, что используется базовый докер образ 2015-й студии. Это вот тот 40-гиговый образ. Запускается установка. И скачивается файл. Далее будет видно, что помимо скачивания файла мы туда еще всякие разные служебные штуки делаем. То есть, естественно, мы докеры образы не делаем так вот локально. Не билдим, не пушим их. Все делает сервер CI. Мы используем TeamCity. И чтобы в TeamCity было красиво логами, выделено все. А у нас там докер файл 250 строк и куча установки, логов. Мы используем TeamCity блоки. То есть все это распространяется с помощью скриптов. И командам не нужно это костылить каждый раз свои. Да, примерно так. В случае, если нам нужно будет, например, поменять на 2017-й студию, мы просто в первой строке сделаем from, поменяем и пересоберем образ. То есть у нас будет 2017-я студия и наш rlang, который нам нужен. Также видно тут очистка идет темповых папок, чтобы просто докер образ и так большой, и так 40-гиговый, чтобы он был еще меньше. Сейчас мы по максимуму все очищаем. Так. И... да. Вот примерно так. То есть мы все храним SDK, все экзешники. И надо было этот момент ускорить, чтобы не стоять. Вот. Ну то есть потом мы проверим работоспособность rlang. То есть в студию не будем проверять. Она и так есть. По размеру видно. Да. Вот видно установилось. Сохранился контейнер. Добавились переменные окружения, нужные нам для работы. И попробуем запустить докер. наш докер образ и запустить rlang. Ну, например, просто посмотреть версию, что он там смог тестирование такое проведем. Да, у докер образа свой там имя хоста, которое примерно, ну, ID-шник контейнера. Ну, тут, в принципе, инфраструктура докер такая же, как на Linux. Поэтому, я думаю, не буду капитанствовать. Ну, и видно, что там версия rlang shell 9.3. То есть она работает. И выходим из докер образа. Да, вот мы теперь на хостовой системе. Видно, что собралось докер образ, да, на 400 мегабайт он больше. То есть такие размеры в Linux вы редко где встретите. А если встретите, значит, что-то у вас не то с докер файлом. Либо какое-то очень большое приложение вы в докер запихнули. И это мега-сервис какой-то, а не микро-сервис, да. Все, вроде все. Спасибо. Да, к сожалению, не обошлось без плохих новостей, да. Встретили некоторые баги. Не баунти, но баги. Много комьюнити говорит про сим-линки и встречались. То есть докер неправильно работает с сим-линками. Windows докер, естественно. И говорят, что поправили в 18.03 сервер. Раз, раз, раз. Да. Ага, давайте ускорить тогда. То есть нас это задело в скриптах автоматизации. Мы используем для этого Python. Да, 260 символов хватит всем. То, что длина пути, точнее полного пути файла не может быть больше 260 символов. Проблема появляется в докере чаще, потому что когда мы подключаем волум, он подключается как сим-линк и добавляется, удлиняется, скажем так, до папки, в которой мы будем работать. Даже если в хостовой системе допустимый был размер файла, то тут он больше становится. Обещали также в локальных политиках исправить, но не знаю, то есть не проверяли. Мы это исправляем просто копированием файлов с подключенной директорией внутрь докера, сборки и копированием обратно. То есть пока нам этого хватает на этих проектах. У каждого слоя свой хостнейм. Это сказывается на установке служб. Например, на RabbitMQ мы ставим RabbitMQ, в следующем слое он запускается. Запускаем контейнер сам, а RabbitMQ отказывается запускаться с ошибкой host mismatch. То есть в конфиге у него указан другой хостнейм. Тоже решается правка конфигой, но стоит учитывать это при работе с службами Windows. Что такое? Также много программного обеспечения. Тут не весь список, которые не поддерживают silent and install mode. То есть тихий режим установки, он всегда просит нажмите на меня далее. Мы столкнулись с Gwim. Кто-то вообще отказывается просто... То есть у него нет режима тихой установки .NET SDK. Даже наши продукты не были на это рассчитаны. То есть нам пришлось для интеграционного тестирования в Docker править кое-что. Так, это демо мы прошли. Да, примерно какая финансовая выгода? Там у нее есть время рассказать. Мы примерно посчитали, сколько будем экономить ресурсов при переходе на Windows Docker. То есть это уменьшение виртуальных машин за счет того, что мы будем использовать уже распространяемое окружение фактически. То есть примерно в таких цифрах. То есть меньше виртуальных машин элементарно будем использовать и экономить. То есть как монетизировать, да, меня, возможно, менеджеры побьют немножко, но мы решили так, что если бы этого ресурсов у нас не было и нам срочно они понадобились, то мы бы пошли и арендовали их. Там такая циферка в год. Не очень большая тоже по меркам IT, но существенная. То есть это просто за счет перевода на Windows Docker. Естественно, здесь учитывается только ресурсы железные и не учитывается человеческих. Человеческих на поддержку тратится много. На то, что разработчики ждут, пока внедрят их изменения, они интегрируются, например, не вливают фичу какую-то. Это мы не стали считать пока. Что планируем дальше? Сохранять эти докер образы. То есть теперь у нас есть возможность сохранения, и это для сертификации, например, нужно, чтобы через два года мы могли собрать. То есть знали, у нас было исходники, было окружение, мы в любой момент смогли сделать бинари нашего программного обеспечения. Это пока не сделано, это следующий шаг. Хотим устанавливать наши продукты в контейнеры и тестировать их, запускать какие-то интеграционные тестирования. Мы сейчас это делаем на одном продукте, обкатываем, то есть поставили и даже тестируем. Все в принципе хорошо. Поставлять деф-окружение контейнерами. Мы часть микросервисов другого продукта поставляем как Windows-контейнеры. То есть разработчики у себя используют уже Windows-докер, чтобы поднять. И поставлять production-докер образы. Тут наша тоже мечта, но это немножко сложно, потому что сфера информационной безопасности она такая консервативная, а интерпрайзы к новым технологиям не очень так относятся. То есть дополнительный слой добавляется, который может какую-то дыру в себе содержать. Поэтому это так, мечты. Да, можете попробовать использовать. Ссылочка здесь есть. Просто там копируем структуру, устанавливаем и подключаем директорию и работаем с этим. Попробуем свой проект, например, MS Build. Можете собрать. Все. Спасибо за внимание. Вопросы? Спасибо, Алексей. Вопросы? Если не сложно, вы можете сразу задавать вопрос, только представляйтесь и чуть-чуть громче, а я поднесу микрофон. Тоже решаю такую похожую задачу. У меня вопрос, как вы храните артефакты? Если вы копируете только MSCI экзешники, как вы решаете вопрос с верификацией? С чем мы решаем? Разные версии храните. Вдруг программисту нужно создать тестовый образ с какой-то определенной версией. Ему нужно переписывать PowerShell installer ваш или вы используете какой-то пакетный менеджер? Там chocolate или one get. Спасибо. Если на демо там видно, то есть мы просто сохраняем, имеется в виду, например, rlang разных версий, верно понимаю. Мы просто сохраняем разные, да, ему нужно менять в Docker файле. То есть зачем это нужно? Ну, мы хотим четко знать, что у нас вот такая версия используется вот в этом Docker образе. То есть в Docker файле прям хардкожено, то есть нет автообновления какого-то. То есть прям версия за хардкожено. Если я правильно понял вопрос, если нет, то подойди потом посмотрим. Коллеги, если кто-то хочет задать вопрос, то пока предыдущий человек задает или отвечает, можете сразу поднимать руку, чтобы логистику могли спланировать, к кому подойти. Да, но если что, меня можно будет найти по футболке. Вопросов нет? Вопросов сейчас к Алексею нет. Тогда я сразу расстроюсь. Черт, конкуренция появилась. Я уже хотел сказать, что у нас есть призы за лучший вопрос спикеру. А поскольку вопрос был единственный, то приз мы сразу отдаем одному единственному человеку. Но посмотрим на борьбу. Меня зовут Кирилл, Сибербанк технологий. У меня вопрос. Для Windows есть два решения. Windows Docker и Docker для Windows. Как Вы выбирали между двумя этими продуктами? Какой Вы будете использовать? Именно дотер от тех парней, которые занимаются дотерами, или все-таки интегрированный Windows 2016 дотер? Мы используем сейчас который интегрирован 2016 докер. Как Вы выбирали, я сейчас даже не вспомню. Процесс такой был. Я сейчас даже не вспомню, как они отличаются и чем. То есть я помню, что парни, которые делали докер, они делали Linux Docker на Windows. То есть можно запускать Linux образы на Windows. И не помню, чтобы они сделали Windows именно. Еще такой вопрос. Вот Вы говорите про ограничения 260 символов в длине имени. С этим тоже сталкивались. И Вы не пробовали включать эту опцию в групповых политиках в Windows 2016, чтобы обойти, или это не работает? Я вот не совсем понял этот момент. Мы пробовали на хостовой ОС отключать, да? Оно не пробросилось внутрь докера. То есть в докере оно именно в докере валилось. То есть мы, насколько моя память сейчас помню, вот так делали. Ну, понятно. Спасибо. И на форумах писали, по-моему, что внутри докера вот эту групповую политику нельзя поставить. Могу, конечно, ошибаться, но вроде как помню так. Хорошо, спасибо. Коллеги, если есть, то последний вопрос. Ну, я, честно говоря, уже понял, что надо подальше держаться от Windows разработки. Ну, вот. Вопрос такой. Сколько у Вас заняло вообще внедрение вот первой версии? Ну, мы как бы сначала ресерча, да, до какого-то вот сейчас выхода, когда у нас примерно 60 инфраструктуры на железо, да, еще собирается и 40 на докере. Ну, наверное, полгода прошло. Сколько людей работали? Ну, не в полную так. Ну, у нас там группа из пяти человек, все чуть-чуть несли свой вклад. Спасибо. Алексей, пока Вы выбираете, чей вопрос был лучше, я попросил бы подойти Владимира Шишкина уже начать готовиться к своему докладу. Алексей, кому идет приз? Мне понравился второй вопрос. Второй вопрос. Это Сбербанк Технологии, правильно? Или Банкеру? Можно еще один вопрос? Последний вопрос или второй? Второй. Второй. Все. Вы пока вручаете, можно я вопрос задам? У меня вопрос следующий, Сергей Плариум. Расскажите, как идет версионирование файлов для докера, если нужно откатиться на какую-то конкретную версию? То есть была какая-то сборка там полгода назад, например. Там много компонентов содержится. Как у Вас версионирование происходит и как откат происходит? Ну, практически как-то. Вот да, мы эту проблему не решили. То есть сейчас у нас откат – это просто пересборка. Ищем в гид коммитах, в гиде состояние докер файлов на ту дату и пересобираем с нуля. То есть фактически это вот займет там сколько? 70 минут. То есть мы не храним пока докер образа, если вопрос в этом. Вот как раз эта проблема, что они большие. Я понял. А разработчики в курсе этого? Или это просто идет заявка, вы просто его ищете, что было на конкретную дату и вы откат делаете? Да, ну то есть у нас сертификации приходят к нам. Ну, у нас основная эта проблема – сертификация сейчас. То есть через полгода сертификаторы приходят к нам и просят продукты собрать. Это все прозрачно для разработчиков. Я понял. А в артефакторе содержатся полностью все версии компонентов, которые были установлены с момента. Правильно я понимаю? Да, да, все версии, но тут стоит отметить но. Например, MS Build, то есть Build Tools Microsoft, они тянут с интернета. И через полгода они вытянут уже другую версию. То есть этот вопрос мы тоже не решили, но они пока вроде совместимы. Альбатчик с интернета. Попробую. И ну… Да!